Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Я его вижу! Покажите им! Нет! Спи! Спи! Погнали! Давай за ним в дом! А то нас дом за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешься! За нами легавые! Вокруг театра их было полно! В прошлый раз им платил Морелла. Завтра они станут нашими! Похоже, у Морелла паника! Всех своих голубов сюда согнал! Завалик сколько смотришь! Но не забудь, нам нужен Морелла! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если он сейчас уйдет, то на несколько месяцев залежет на то! Не дай ему оторваться! Кто знает, куда он отравился! Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата! Мы обязаны его замочить! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да! Ты все еще мастерски водишь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он хочет оторваться от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну-ка, держитесь там. Шофер у Морелла хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. Безответственно. Боже, его ребята не сдаются! Мы тоже! Доведем дело до конца! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда его несет? Ему не свалить из города, пока вы у него на хвосте! Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. А у него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет! Там будут ждать его крамилы. И хорошо. Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним! Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Там его громилы. Вижу их. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Стоп! 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 Тебя! ВЫСТРЕЛЫ Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться! Бросаем тачку и за ним! Вперед! Сюда приперлись остальные! Дом, их тут прибыло! Они позвали остальные! ВЫСТРЕЛЫ 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 Еще один ПОПА! Еще один тип нас заметил! ПОПА! С ним еще один на помощь пришел! А этот козелка прятался! Мать его! За тобой! Стой! Одним уродом меч! Кот, пригнись! Прикройте! Самый урод ламинарцева! Прикройте! Переберегаю! Прикройте! Прикройте! Ты меня подстрелил! Смотри, я не попал в меня! Конец тебе! Прикройте! 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 Пока не стреляю! Прикройте! 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 Тебе это нравится? Да когда они уже кончатся, куда? А этот козел, где прятался, мать его? Держи свой зад в укрытие! Подогнем! Ух ты! Хороший бросок! Еще один тип нас заметил! И тут прибыло! Они убили нашего! Поехали! 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 Парни, вы ничего такого не слышите? Жми, Том! Морелла уже близко! Поехали! 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 Ты разбиться хочешь, что ли? Так, а о чем это я? А, да, он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что он профессор сегодня с нами. После крушения Морелло не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Он ушел, вернитесь к патрулированию, поймаем в другой раз. Все, ему конец? Да, конец. На старой работе ты так же ездил? Да, конец. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да, поверить не могу. Соберитесь, держите пушки на готове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Конечно. Что? Что с тобой сегодня? Господи боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Валим отсюда. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк. Ах ты, Херов, призрак. Три сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная тома. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Сальери? Книги Дона, который украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Сальери за решетку. Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик – это Дон Пеппоне, а двое парней – Морелла и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, двадцатый. Апрель. Свадьба Морелла. Сальери был на ней шафер. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пеппоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В двадцать втором Пеппоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелла поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья, и могли бы сохранять баланс. Но нихрена подобного. Морелла погиб. Сальери был вполне счастлив. Считай, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелла, если они не спасли его от простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелла. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целищихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт, поле худоват. Я доложил в свой. Это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины. И понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко. И струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поле твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тернбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поле и Сэм вместе. Мне навестить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Вини есть план, да? Конечно. У Центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Вине за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Эй, красавчик. Дамы. Ах, как жаль, что ты уже женат. Ах, он и не посмотрит на нас. Он такой правильный. Эй, Том! Ты пропустил половину очередной тупой басни этого придурка. Когда это я рассказывал тупые басни? А о том бандюгане, что выстрелил себе в рожу? Ну, без носа был отличным парнем. Тебе бы он понравился. Не внешностью, конечно, но у него было прекрасное чувство юмора. Неудивительно, с такой-то рожей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Том! У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэннере. Салери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да, у семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дэвид, 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 Д Дэвид, это ты? Эй, это кто? Отличный патент. Снимай. Хотя, знаешь, мы тебе все равно наваляем. Не подходи. Мы сделаем тебе боль. А, черт. Ну же. Снимай. 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 Я думал, будет больше дорогов. Взял? Зачем ты взял? Ну, взял, лишь… Извини, просто мне было бы очень надо. Да, у нас будет еще. Не волнуйся. Точно говорю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Девушки отдыхают. 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 Ид! Ид! Слышал об этом Тёрнбуля? Говорят, мошенник был тут ещё. В газете пишут, он запомнится борьбой за девятнадцатую поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Всё не так однозначно, да? Наверное. Я должен уйти. Том. Не делай того, в чём будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезённых из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно её забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и всё же... Как-то это... мелко. Я всегда знал, что ты умён, Том. Всё точно подмечаешь. Хм... Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары – лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадём алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдёт настоящий груз. Поняли? Всё будет. Я рад. И не выпейте тут всё без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом всё продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Всё нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полны-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нём. Чёрт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнём и заберём его документы. Верно. Избавляться от села только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс даёт задание, мы выполняем. Всё это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Я припрятал всё нужно неподалёку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Болли. Можешь хоть раз не пить перед делом. Пожалуйста.